Сегодня в Перископе Продолжение следует... Один из любимых сериалов миллионов зрителей «Теория Большого Взрыва» закрылся. Для поклонников сериала это, конечно же, не новость, ведь авторы анонсировали закрытие вместе с трейлером финального 12 сезона. Похоже, сериал заканчивается очень вовремя, потому что вы уже все превращаетесь в развалины. Итак, кто у вас тут ломал руку, кто ногу? Я ломал руку, я плечо, а я ногу. А еще я ничего не вижу, а я порезался бумагой, читал сценарий, бедняжка. Да, вычетка сценария, знаете, жуткое дело. А совсем недавно в инстаграме звезды ситкома Кейли Куока, она играет Пенни, появился ролик с танцами съемочной группы под песню «Leders and Life» группы «Backstreet Boys». Таким образом, актеры решили отметить окончание съемок. Этот танец стал сюрпризом для сценаристов и продюсеров. Идея принадлежит строго съемочной команде. Но создатель шоу «Чак Лори» все равно смог увидеть все своими глазами, благодаря видеосвязи. К слову, формат флешмобов для этих артистов далеко не в новинку. Ранее опубликовались и другие видео с участием звезд «Теории Большого Взрыва». Например, пять лет назад они зажгли под песню «Updown Funk» Марка Ронсона и Бруно Марса. Выглядело это так. Субтитры делал DimaTorzok Все будет хорошо. Поверь. Шелдон? Дружище? Пока актеры из «Теории Большого Взрыва» танцуют и веселятся, пользователи из социальной сети TikTok не отстают. Все мечтают уехать в отпуск за границу, в какие-нибудь теплые и отдаленные уголки планеты, чтобы расслабиться и забыть на некоторое время о заботах. И кажется, пользователям TikTok пришел на ум идеальный способ превратить эти мечты в жизнь. В социальной сети появилось видео, где отчетливо заметен человек, якобы сидящий внутри самолета. Выглядит это очень убедительно. Но в конце ролика выясняется, что иллюминатор – не что иное, как стульчак от унитаза, а небо – видео, запущенное на планшете. Вот самые яркие примеры. Так можно улететь в дальние края при помощи пластикового стула. Здесь при помощи пластиковой бутылки. Внимание! Иллюминатор сделан из сидения для унитаза. А здесь на помощь приходит домашний фарфор. Так что если вы считаете, что улететь в отпуск сложно, мы сразу ответим – нет, очень даже легко. Этот вопрос касается только вашей фантазии. Вообще молодец. Да и вообще вы все молодцы. Не, в натуре класс. В Тамбове запустили совершенно необычный фестиваль. Он называется «Лысогорские санки». И это фест для владельцев самых необычных санок. Участники команды должны представить презентацию своих санок публике, а затем съехать на них с горы. Что интересно, часть участников фестиваля представили частные и государственные организации Тамбова, и даже администрации районов. Самый большой куш сорвали создатели пиратских санок. Они получили гран-при в размере 5000 российских рублей. На наши деньги это около 160 рублей. Конечно, приз не очень большой, но разве хорошее настроение можно купить? Ладно, мистер кредитная карточка, что ты такого важного купил, о чем я не должна была знать 15 лет? Твое обучальное кольцо. Такую же награду получили победители в номинациях «Самый длинный спуск», «Самые креативные сани» и «Самое креативное представление». Так что в Тамбове определенно весело и задорно. Кстати, на фотографиях видно, что фестиваль привлек достаточно большое количество людей. Мы считаем, что это отличный способ провести время. А если организаторы будут делать такой фестиваль каждый год, да еще и в Минске, то в следующем году репортаж об этом точно появится в нашей программе. Даже не сомневайтесь. А еще очень весело в Уфе. На днях там развернулась настоящая драма, которая, к слову, изрядно повеселила пользователей соцсетей. Чего не скажешь о главных героях данной истории. «Самый длинный спуск» «Самый длинный спуск» 17 февраля уфимские пожарные в спешке выехали на вызов. Местная жительница рассказала по телефону, что у нее дома случилось возгорание. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, выяснилось, что единственное, что горело в этот день, это душа женщины, владелицы дома. Видео доказательства необычной истории появилось в СМИ сразу же после инцидента. «Самый длинный спуск» «Самый длинный спуск» «А что горело тут у тебя?» «Душа!» «А-а-а!» «Ты ступай!» «У меня душа горит!» «А вы непоняты!» «А-а-а!» «Вот такие пожары души бывают у одиноких и, скорее всего, не очень трезвых людей». «И потушить не удастся даже пожарным». «А-а-а!» 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 «А-а-а-а!» «И пока в Уфе пылают пожары в душах, во Франции появились веселые ребята, с которыми точно не соскучишься». «Они зовут себя джедаи, и да пребудет с ними сила». «Джедаи!» 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 «Французская федерация фехтования недавно признала сражения на световых мечах из «Звездных войн» официальным видом спорта. Вместо оружия у бойцов поликарбонатные копии мечей джедаев и ситхов, прямо такие же, как были у Джорджа Лукаса. Они светятся и издают свое знаменитое жужжание. Правила очень простые и понятные. Участники боёв сражаются внутри круга, начерченного на полу. За каждое попадание бойцам начисляются баллы. Если попасть по кистям рук, получаешь 1 очко. Если по ногам и области от приплечья до запястья — 3 очка. Если вы крутой боец и умудрились попасть по голове или туловищу, получаете 5 очков. Первый участник, набравший 15 очков, побеждает. Эта новость определенно хорошая, потому что теперь у всех есть шанс стать джедаем. Наверняка многие из вас в детстве грезили о полетах в космос, передвижениях предметов силы и мысли и боях на световых мечах. И если с первыми двумя вопрос пока не ясен, стать джедаем уже немножечко можно. Хотя бы по последнему пункту. Старший джедай, берег ваши документы. Старший... Шучу, шучу. Старший жанн, берег ваши документы. В Федерации фехтования сказали, что таким ходом они хотят привлечь к этому спорту больше внимания, а также молодых спортсменов. Что ж, идея отличная. Ждем, когда так можно будет сделать и в Беларуси, ведь у нас своих джедаев тоже немало. А теперь снова о мемах. В русских сказках часто фигурирует богатырь по имени Колыван. Но после выхода мультфильма о русских богатырях, Колыван приобрел лицо антагониста. Он предстает в образе жадного и злобного купца. В мультике 2006 года он выигрывает князя Владимира в лото, и на этом строится весь сюжет ленты. И жил в те времена купец знатный по имени Колыван, сын Берендеев. Человек он был, прямо скажем, непростой. То ли от богатства злоба у него была, то ли еще от чего, а только много вреда от него народ добрый видов. Впервые мем появился в сообществе сайта ВКонтакте под названием «Приключения Колывана». Там он существует с 2016 года, но совсем недавно Колыван приобрел широкую популярность. Суть проста. Жадный купец присутствует как ирония на каждого из нас. Он рассказывает о том, что часто мы делаем все, чтобы понравиться кому-то, но в конце концов остаемся Колываном. Иногда мем используют для совсем абстрактного юмора. Эти картинки очень забавные, поэтому и привлекли к себе такое внимание. Вот некоторые из них. Отдельные художники начали рисовать арты по мотивам мультфильма. Колывана, конечно, обойти стороной не могли и тут. Правда, он уже не выглядит толстым и злобным купцом. Пока Колыван остается на пике популярности и завоевывает сердца людей. Это явно показатель того, что герою еще рано на покой. И вполне возможно, что благодаря любви миллионов его ждет новое мультипликационное перерождение. А на этом все. С вами был Перископ. Смотрите только интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...